Белоколитвинский зональный конкурс исполнительского мастерства преподавателей уникальный в своем роде. Как правило, во всех областных и городских музыкальных конкурсах участвуют воспитанники школ искусств. В этот раз педагоги Новошахтинской детской школы искусств покорили жюри виртуозной игрой на музыкальных инструментах. Все участники конкурса – это бывшие наши выпускники. Так сказать, наша заслуга тоже, в том числе, что мы вырастили такую плеяду прекрасных музыкантов. Практически все они закончили консерваторию, либо вот у нас Звягина заканчивает, буквально через месяц будет дипломированным специалистом. Занимаются с детьми неувлеченно, просто так не работают, работают творчески. Горят, горят у них много очень в связи с молодостью, много идей, много инновационных программ, пытаются внедрить в учебный процесс новые различные технологии. То есть мы не стоим на месте. Любовь Васильевна говорит, для детей важно творческое общение, а для руководителей – обмен опытом и профессиональный интерес. Репертуар участников соответствовал положению конкурса. В номинации «Инструментальное исполнительство» соло-фортепиано дипломом за второе место награждена Ирина Владимировна Синицкая. Она исполняла произведение великого русского композитора Сергея Рахманинова. Когда играю это произведение в музыкальный момент, я думаю, почему-то о морской стихии именно. Вообще по жизни, я считаю, всегда есть противодействие твоему. Всегда можно сыграть лучше. И ты можешь сыграть лучше, и кто-то тебя лучше может сыграть. Есть у меня такая критика. Дипломом за участие в номинации «Инструментальное исполнительство» соло «Домре» награждена Татьяна Сергеевна Звягина и концертмейстер Надежда Борисовна Максимова. На конкурсе было очень много достойных соперников. Выступали очень много балалайшников, домристов. Я не ожидала, что сейчас так это стало популярно. Хотя в более больших городах это еще не так видно. А вот я по спискам читала, очень много хутора, станицы. Там развиты и ансамбли народные, и специалисты. Это очень важно для преподавателя, для концертмейстера. Когда дети слышат качество твоей игры, они должны стремиться к лучшему. И уж ты никак не должен уступать своему ученику по качеству исполнения произведения. В номинации «Инструментальное исполнительство» дипломом за первое место награжден ансамбль в составе. Таксофон – Валентин Антонов, бас-гитара – Константин Детистов, синтезатор – Мария Тихонова, барабанная установка – Николай Пономарев. Мы исполняли свое произведение «Мелодия моя». Ну, в общем, всем ансамблем мы закончили это произведение. Ансамбль называется, мы вместе назвали «Экспромт», скажем так, «New Miles City», дословно «Новошахтинск». Я с детства слушал джаз, у меня отец любитель джаза, у меня родители-преподаватели. Если, допустим, в классике ты не можешь отойти от нот, что-то куда-то сдвинуться. А здесь импровизация. Да, а здесь импровизация. Есть тема основная, которую ты сыграл, скажем так, рассказал основой, что ты хочешь сказать, а потом ты уже показываешь дальше, расширяешь границы пьесы. Вот в чем смысл джаза. Мы очень горды за них, рады и желаем их дальнейшим творческих успехов, надеемся на дальнейшие победы.